И погнали! Вторая попытка. Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов. И каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Пау! Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс пьеса в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите научиться писать пьесы, если вы хотите стать профессиональным драматургом, то, пожалуйста, проходите по ссылке в описании. Она прямо у вас перед глазами. Некоторые из участников этого бесплатного курса уже подали заявку, оплатили, уже заняли место в мастерской, уже получили список для чтения на каникулы. И мы начинаем наш онлайн-курс пьесы за неделю. Вы, во-первых, большие молодцы. Напишите что-нибудь в чате, чтобы я вас видел. Отличные домашки. И, по большому счету, если бы я, например, ставил целью просто, чтобы вы написали хоть какую-нибудь пьесу, хоть что-то, хоть что-нибудь сделали, я думаю, что было бы достаточно просто сказать, «Ребят, вот все, вы молодцы, вот просто вот то, что вы написали, по этому плану напишите пьесу, и все будет нормально». И какой-то результат будет. Но! Не все так просто. Моя задача, чтобы вы не просто написали текст, но написали текст лучше, глубже, сложнее, интереснее, чем вы готовы написать его сейчас. Чтобы вы двинулись немножечко дальше в своем драматургическом развитии. Ну и, соответственно, я в течение этой недели каждый день я буду давать вам какой-то дополнительный взгляд на вашу историю, ту, которую вы описали. И вы ее с каждым днем будете видеть по-другому. Шире, больше, глубже, интереснее, сложнее. И к тому времени, когда вы начнете писать сам текст, само тело текста, диалога, я не сомневаюсь в том, что вы, может быть, и уже сейчас готовы его писать, вы, возможно, будете видеть историю совсем по-другому. Она станет совершенно другой. И текст будет и сложнее, и глубже, и интереснее, чем то, что было бы, если бы вы написали этот текст сейчас. И несколько, я на вопросы отвечу попозже, потому что сегодня большое будет, объемное занятие, довольно много информации. Какое-то что-то я буду говорить из того, о чем я говорил раньше на предыдущих своих курсах. Ничего страшного. Здесь есть люди, которые раньше меня слушали, есть люди, которые впервые меня слушают. Но, тем не менее, повторение мать учения. А что-то, я думаю, вы услышите впервые. Я на один вопрос только отвечу, потому что он прям реально важный и хороший. Я попрошу вас на него попробовать сформулировать ответ, чтобы немножечко размяться, потренироваться перед началом ручка. Одна из участниц задала вчера вопрос, уже после занятия, я в комментариях увидел. Я не помню точно формулировку, но смысл в том, что по поводу моего замечания, по поводу реплики наполненной действиями. И вопрос был о том, нужно ли к реплике каждый раз добавлять действия. Действия в том смысле, в смысле ремарки, что берет чашку чая и делает глоток, наклоняется и завязывает шнурки, и так далее, и так далее. То есть, чтобы кроме диалога, одновременно было прописанное какое-то действие. И нужно ли этим заниматься драматургу, или это можно оставить на усмотрение режиссера. Ну, во-первых, друзья мои, я вам рассказывал о том, что в моей пьесе «Убийца» нет ни одной ремарки. Ни одной. Все действия, все движения актеров на сцене полностью отданы на аутсорс-режиссеров. И они все очень по-разному решали эти движения. Но самое главное, самое важное всегда было показано. Поэтому действия, конкретно ремарки, мы прописываем только те, которые в точности должны быть сделаны так, как вы написали. То есть не надо прописывать подробно. Здесь есть, особенно если вы много читаете драматургии, например, есть такой человек Бернард Шоу, который начинал как прозаик, и написал аж пять романов, прежде чем начать писать в 36 лет, начать писать драматургии. Так вот, у него, в его драматургии очень много прозы, очень много описаний, очень много, что герой думает. То есть очень много именно литературщины такой. Для чего это сделано? Конечно же, это сделано не для того, чтобы дать четкое указание режиссеру, что должен актер думать в момент, когда он произносит реплику. Это для облегчения чтения. Потому что у Бернарда Шоу, помимо всего прочего, у него была такая писательская травма. Ему очень хотелось быть писателем. В том смысле, чтобы книги выпускать, чтобы эти книги читали. И он первые пьесы свои писал, он их специально блокировал по три пьесы, для того, чтобы объединять и выпускать их отдельными книжками. И он таки в этом преуспел. Он даже Нобелевскую премию по литературе получил. А драматургия в то время считалась таким низким жанром. Поэтому тут не надо обманываться. И реплика, и действие, не надо их путать. И важно, чтобы реплика была наполнена действием. Чтобы реплика и было действие. Это не значит, что вам обязательно вокруг каждой реплики нужно действие громоздить. Какая-то ремарка. А вот теперь я вам задам такой вопрос. Как вам кажется, какой должна быть реплика для того, чтобы она была действием? И в каком случае реплика действием не является? Как вам кажется? Напишите сейчас в чате, какой должна быть реплика для того, чтобы она была действием? Чтобы она была наполнена действием? Пишите, пишите. Да, пока вы подключаетесь, пока вы пишите в комментариях, еще раз напоминаю, что полным ходом идет, не помню, я говорил про это сегодня уже или нет, или это я в первой попытке нашей записи говорил, что идет набор на онлайн-курс пьеса и в нашей сценарной мастерской. Если вы хотите, вот мы одной ногой, кончиком пальцев на ноге потрогаем эту воду драматургическую в течение этого курса, если вы хотите искупаться в этом источнике живительной молодости, то поступайте в мастерскую, будет весело, будет круто. Этот курс, это я давно новых курсов, пять лет не запускал новых курсов, и я очень соскучился по этой работе, по методической работе, очень давно хотел этот курс сделать. Он такой концентрат вообще всего, всех моих знаний о драматургии. Так, указания, команда, блестящая, вы прям молодцы, прямо в суд смотрите, просьба о чем-то, вложен посыл смысловой. Так, давление должно быть, когда реплика движет сюжет вперед. Да, я там ответил на вопрос, если кто прочитал комментарии. Реплика должна задевать адресата за живое, необходимо, чтобы реплика вела к достижению цели персонажа. Так, побуждающая к ответу и просто обмен информацией. Да, если не заряженная. В реплике не полностью закончена мысль, должна содержать конфликт. Так, можете рассказать о написании инсценировок? Отдельно это большая тема, сейчас я не буду в нее углубляться. Если будет время, напомните мне об этом. Может быть, на третьем занятии у меня должно быть больше времени. Сейчас, сегодня точно прям много информации будет. Так, да, очень хорошо. Вы прям вот смотрите туда, куда надо. Итак, вот реплика становится действием в том случае, когда цель реплики это принуждение, давление, принуждение к тому, к кому она обращена, к действию, которое он не хочет совершать. Вот так сложно немножко, да, но если я просто говорю, передай соль. Да, здесь нет действия, здесь нет напряжения. Ну, если только, например, мы не находимся в ситуации, когда мы с тобой, допустим, не разговариваем. Я тебе говорю, передай соль. В этом случае давление. Я тебя принуждаю не просто передать соль, а вступить со мной в коммуникацию. В этом случае реплика наполнит действием. Но в целом, да, если просто сообщаете какую-то информацию, если просто просите о чем-то, да, в этом нет действия. А вот женись на графине, которую ты ненавидишь, в этом есть действие. И, кстати говоря, вот я сейчас как раз перечитываю, я готовлюсь к курсу тоже, и я перечитываю Шекспира. Собрание сочинений купил, восьмитомное, и прям сначала фигачу с первых этих самых хроник. И вот у Шекспира, интересно, там прям очевидно, когда их читаешь уже таким свежим взрослым взглядом, драматургически иступленным и искушенным, драматургически эрегированным, как в том анекдоте, начинаешь видеть, что в ранних его пьесах герой все время рассказывает о чем-то. Приходит какой-то плантагенет и рассказывает, да вот йорки там, а вот ланкастеры там то, вот ланкастеры там все, сообщает о чем-то, что произошло. А чем дальше, тем больше герои начинают давить друг друга, начинают вступать друг с другом в конфликты. И вот именно чем больше вы заряжаете вот этим давлением друг на друга своих героев, тем становится интереснее. Вот об этом мы с вами сегодня и поговорим. А строим мы все это, ставим мы нашу историю, фундамент нашей истории – это всегда герои. И если есть герои, то есть история. Если есть история, но нет героев, значит ничего нет. То есть хороший герой вытянет любую историю. Хороший, правильно, структурно придуманный герой – это и есть сюжет, это и есть история. Есть герой – есть все. Нет героя – нет ничего. И в свое время, когда я только-только начинал разбираться, изучать драматургию и обучать драматургию, я начал одновременно. Почему? Потому что было очень много каких-то разрозненных представлений, мыслей о том, как это делать. и мне хотелось их структурировать для себя, для того, чтобы писать самому прежде всего. И я сам всегда пишу и много пишу. Но когда рядом есть какие-то люди, ты получаешь обратную связь и очень быстро сам начинаешь в этом всем разбираться. Это я понял давно, в 2008 году, когда наша мастерская образовалась. Тогда не было этих всех учебников американских по кинодраматургии, не было ни Маки, ни Миты, ничего. Была книжка Миты, которая, ну, такая довольно сложная, то есть не с нее надо начинать изучать драматургию. И мне приходилось очень многие вещи, которые я понимал про драматургию, у меня даже языка не было для этого. Мне приходилось придумывать какие-то новые термины. И вот таким образом родилась модель под названием Станция для создания, для структурирования героя. Изначально она была придумана для того, чтобы просто, ну, как мнемоническое упражнение, чтобы запомнить, что нужно делать с героем. И что такое Станция? Вот вчера мы с вами говорили о том, что у героя должна быть какая-то способность, какая-то суперсила, да, какое-то сокровище, что-то, что отвечает его от обычных людей. И что-то, что есть у героя, и что хотелось бы получить зрителю вашей пьесы. Это сокровище. Да, это то, что, с помощью чего герой достигает цели. То, что отличает героя от остальных. И то, что заставляет зрителей идти за этим героем, чтобы герой, зрителю, хотелось быть похожим на этого героя. Дальше, следующее, что должно быть у героя, это тайна. И тайна, это не что-то, что герой скрывает, а что-то, на что мы показываем и говорим. А вот тут у героя тайна. Об этом он, не спрашивайте у него, что случилось с его женой и собакой. Иначе он вам голову оторвет. И сразу же становится интересно, что же такое случилось с его женой и собакой. Тайна – это самый простой инструмент возбуждения интереса. Сокровище, тайна. Дальше, следующий недостаток. У каждого хелеса есть и хелесовая пята. Если у героя нет недостатка, он превращается в то, что называется в сценарной драматургии, в кинодраматургии, называется Мэри Сью. Это такая героиня, которая встает на свои высокие ноги и такая красивая, в которую все влюбляют. которые все вообще, все цели достигают мгновенно. И ничто не может ей противостоять. А герой, который мужчина, это Мартин Сью. Такой супергерой без недостатков. Так вот, Супермен был бы Мартином Сью, если бы не боялся криптонита. Вот наличие такого недостатка, оно делает героя интересным. Это делает героя. уязвимым, и мы понимаем, ага, вот если пятка у него уязвима, значит, вот в пятку-то отравленная стрела и попадет. И, естественно, нам становится интересно, когда же это произойдет. И, наконец, последнее, что должно быть у героя, это цель. И я в свое время задал вопрос нейросетям, знаете, как у Венедикта Ерофеева, Виктора, вернее, пардон, Ерофеева, есть такой рассказ о том, как он сталкнут, не скажу, что не буду говорить, с чем, но, если интересно, найдете этот рассказ, кто его читал, понимает, что я имею в виду, значит, находит некий говорящий предмет. И вот, значит, у него была гипотеза, что этот говорящий предмет может говорить только правду. И он у него спрашивает, есть ли Бог. И вот этот предмет говорит, что Бог есть. Таким образом это бытие Бога доказывает. Так вот, я тоже нашел такой говорящий предмет, нейросеть, у которой я задал вопрос. Какой сюжет самый распространенный в человеческой истории? Напишите в комментариях. Какой сюжет по мне, я думаю, что вы сейчас не побежите к нейросети проверять, какой по вашему мнению сюжет самый распространенный в человеческой истории? Напишите в чате. Те, кто в мастерской учится, вы молчите, потому что я вам рассказывал об этом. Так, измен. несчастная любовь. Любовь. Завушка. Любовь. Я тоже так думал. Я тоже думал, что любовь. Но, опять же, мы предполагаем, что нейросеть имеет возможность все эти сюжеты увидеть, охватить и по частоте упоминаний выдать правильный ответ. Из грязи к князям. борьба за власть несчастная не будет. прекрасные версии, замечательные предательства, утрата. так вот, этот сюжет это история героя, который стремится к цели, преодолевая препятствия. И это полностью отвечает моим представлениям об истории. и вполне может быть, я тоже могу допускать, что нейросеть, анализируя мои запросы, проанализировала и поняла, ага, это же Молчанов, он вот так вот думает, дай-ка я ему подсуну тот ответ, который он примет, примет как верный. Но вот, тем не менее, я предполагаю, что это так, что самый распространенный сюжет, это какой-то герой стремится, идет к какой-то цели, преодолевая какие-то препятствия. Соответственно, если у нас есть герой, у которого есть сокровище и недостаток и цель, нам нужно дать ему цель, чтобы он к этой цели стремился поставить перед ним какого-то противника, антагониста какого-то, с которым он будет сражаться, и он преодолеет этого антагониста и достигнет либо не достигнет цели. Вот и есть вся история, весь сюжет. Казалось бы, ну, вот это же очевидно, согласитесь, я вам говорю какие-то капитан очевидность, говорю какие-то вещи, которые прям очевидны. Тем не менее, начинающие авторы садятся и начинают писать историю. Героя зовут, конечно же, всегда Максим. Вот он просыпается на съемной квартире с похмелья, на столе записка от любимой девушки, которая говорит, я тебя бросаю, в дверь стучится хозяин квартиры, говорит, я тебя выгоняю, он идет на работу, на работе шеф говорит, надоели твои пьянки, я тебя увольняю, и вот дальше герой идет уволенный по улицам, дальше с ним происходит еще огромное количество всяких неприятностей. И он с этими неприятностями каким-то образом взаимодействует. и вот большая часть историй, написанных начинающими сценаристами, выглядит именно так, сценаристами, драматургами, прозаиками, да, то есть герой живет, и с ним постоянно что-то происходит, с ним постоянно что-то случается. И если такого автора хочется, ему скажут, что-то скучно стало, надо как-то взбодрить эту историю. Делается что? Ну, ему звонит кто-то по телефону и говорит, у тебя мать умерла, или он приходит домой, а дом сгорел, да, то есть еще что-то происходит. И это с самого начала неинтересно. И чем дальше, тем неинтереснее. Да, то есть и читателя такой автор теряет очень быстро. Или зрителя, если это фильм, да, и получается такое артхаусное кино, которое идет тремя экранами, на которых в зале два человека, которые на 20-й минуте уходят. Но за такие фильмы дают престижные призы. Насколько понятна эта мысль? Да, что нам нужно делать героя активного, идущего к цели. Тогда история работает, зрителю становится интересным. А чаще всего делают историю про ресивера, получателя, с которым что-то случается все время. И вот за этим надо следить очень внимательно, чтобы ваш герой не стал таким ресивером. Максим спрашивает меня, Максим Артемов, вы серьезно, что у настоящих авторов главного героя, как правило, зовут Максим? У меня сына зовут Максим. Мой сын Молчанов Максим Александрович. Так что у меня никаких абсолютно к этому имени нет антипатий. у меня есть пьеса под названием Максим сыщик и тайна красного чемоданчика. Но опять же действительно я читаю огромное количество сценариев. Когда я делал фестиваль кино без пленки, я читал в год 300 сценариев. В течение три года 300 сценариев. Я тысячу сценариев прочитал. Я все читаю сам всегда. И там в половине сценариев, если там герой был молодой человек, его звали или Максим или как вы думаете какое второе по распространенности имя для героев сценариев написанных молодыми сценаристами. Версия. Давайте мозги шуршите. Олег, Андрей. Андрей кстати для меня про имена тоже это отдельная большая тема. вот мое альтер эго в моих романах и пьесах всегда Андрей. То есть Андрей Розанов в газетчике это моя моя проекция. А Дюша в убийце это тоже я. Есть правильный ответ. Лада, вы, наверное, знаете, были на каком-нибудь моем вебинаре, где я об этом говорил. Дэн, Макс, причем не Максим, а всегда Макс или Дэн. У меня есть этому объяснение некоторые, потому что, ну, например, ну, можно назвать герой Джон, например, то есть Женя, да, то есть хочется, чтобы было немножечко иностранное имя, чтобы оно звучало как иностранное, но при этом, чтобы это было русское имя. Максим имя звучит так немножечко как иностранное. Дэн тоже, Дэн, это Денис, да, тоже звучит немножко как иностранное. Джон такой нарочито иностранный, поэтому Джон реже, но тоже бывает. А если назвать героя Иван, в этом сразу же появляется какая-то русопятость. Вот, поэтому с именами тут есть определенная сложность. Есть, как только вы герою даете имя, и вы сразу же с ним устанавливаете личные отношения, поэтому от имен очень многое зависит, и там очень многое индивидуально. То есть у каждого автора часто есть свои представления о том, какое имя что означает. Так, хорошо, идем дальше. Лада пишет, я у вас училась. Хорошо, значит, когда, опять же, когда я только разбирался с целями героев еще много-много лет назад, я считал, что у героев может быть четыре вида целей. Это спасение, это деньги, слава, материальные ценности, это любовь, это месть. И примерно 90% сюжетов, они более или менее под эту технологию подходили, под эти четыре вида целей. Но потом я начал разбираться, я понял, что на самом деле у героя очень часто существует не одна цель, а две. Одна цель, цель, которую герой понимает как цель. Я хочу выиграть олимпиаду, а на самом деле я хочу, не знаю, чтобы мама меня похвалила, или там я хочу денег, а хочу на самом деле любви. То есть есть цель открытая, есть цель внешняя, есть цель внутренняя, которую герой как цель не осознает. И вот эта концепция не очень подходила. Мне нужно было найти какую-то другую концепцию. Я разбирался с пирамидой масла, с уровнями дилса, с нашими концепциями. У Димы Богданова интереснейшая, у него градиент матрицы тоже интереснейшая система. Но для меня все прояснилось тогда, когда от Вадима Димчок в свое время, году в 2015 я услышал о спиральной динамике. Напишите, пожалуйста, в чате, кто из вас знает, что такое спиральная динамика. Чтобы я понимал, подробно рассказывать. Я знаю, что мои ученики, я им все уши прожужжал про спиральную динамику уже из ушей уже скоро полезет. Но тем не менее, я понимаю, что кто-то может быть и первые сегодня об этом услышит. И тогда я просто сделаю быстрый обзор. У нас в России есть книга, если прям захотите поглубже погрузиться, есть книга, я не помню, авторов этой концепции. Я их запоминаю, потом снова забываю, можно найти информацию, это, конечно, невежливо по отношению к авторам идей. Есть книга о спиральной динамике, написанную основателями. На мой взгляд, читать ее не нужно, она плохая. И все, что вам нужно знать, я расскажу сейчас. Есть Анатолий Баляев, такой чувак, который является психолог, который является специалистом, лучшим специалистом, я считаю, что не только в России, а в мире по спиральной динамике. он лучше, чем основатели в ней разбираются. Я у него учился, проходил индивидуальную программу, два месяца мы с ним работали индивидуально. Он был у меня на эфире дважды, по-моему, или трижды даже. Если интересно, можете найти эфиры у меня на Ютубе и посмотреть. Да, кто-то знает, кто-то не знает. Ну, давайте, да, вот несколько раз была, не знаю, но несколько раз была на Ролике не один. Да, я коротенечко расскажу. Мы знаем мистера Фрейма. Наши знают, да, ребята, конечно же. я прям кратко. Значит, смотрите, что описывает эта система. Эта система описывает развитие сложных систем. Вот человек это сложная система, рок-группа это сложная система, страна это сложная система, компания это сложная система. И вот эти сложные системы, вот мы, и я иду по улице, я вас встретил, мы остановились, сцепились языками, начинаем болтать. Мы с вами тут же создали систему. И дальше эта система может либо распасться, либо мы вместе пойдем еще куда-нибудь выпьем, да, и вот мы там в 4 утра на крыше Москва-Сити пускаем воздушные бумажные кораблики, да, и распиваем вивил, вивил, рок-ю. То есть наша система может тут же распасться, а мы можем дальше развивать. Или мы поговорили, да, и решили вместе создать секту. и вот мы уже там два года спустя в белых халатах на сцене олимпийского говорим «Иисус любит вас!» или что-нибудь подобное. «Идите и заработайте миллион долларов». то есть вот мы создали систему и мы эту систему дальше каким-то образом развили. Неважно, в плюс, в минус, это совершенно позитива и негатива совершенно нет. И первый уровень это бежевый, это уровень выживания. Вот система создалась, мы родились с вами у мамы с папой, и первое, что нам нужно сделать, нам нужно выжить. и мы лет до трех наша главная задача это выживать, потому что мы можем умереть в любую секунду. Группа создалась, первое, что она попытается сделать, это распасться мгновенно. И вот ей нужно каким-то образом сцепиться, найти вот это внутреннее содержание для того, чтобы выжить. Дальше следующий уровень это фиолетовый или пурпурный, purple. На этом уровне нужно найти своих, создать некое комьюнити, найти любовь, найти дружбу. И на этом же уровне находятся все религии, все эти воображаемые друзья, это все здесь. Мифология, религия и философия и так далее, это все на втором уровне. Дальше следующий, третий уровень красный, это уровень завоевания. На этом уровне мы завоевываем территорию. Мы создали группу и дальше мы начинаем вести концерты, начинаем захватывать какую-то территорию. Мы тоже сам родились, нашли первых друзей, возможно, воображаемых. Дальше мы начинаем территорию осваивать, начинаем ходить по двору, потом ходить за двор и осваивать территорию, расширять свое влияние. Дальше, когда мы расширили свою территорию, свое влияние, как Александр Македонский, захватили полмира, дальше что надо делать? Надо строить систему, дальше синий уровень. На синим уровне мы строим систему, на этом уровне мы создаем семью, мы выполняем долги перед обществом, мы создаем учения какие-то свои, методологии, своды законов и так далее. Александр Македонский, он красный уровень превзошел, захватил полмира, а построить систему не смог и до синего уровня не дошел. И в итоге его империя распалась мгновенно, сразу же после его исчезновения. Например, Римская империя существовала тысячу лет, империя, которая византийская тысячу лет существовала, империя, не империя, фаллосократия венецианская тоже под тысячу лет существовала, потому что была построена система, был синий уровень. Дальше, следующий уровень оранжевый, на оранжевом уровне мы становимся номером один, то есть, когда мы захватили, мы захватили какую-то часть мира, мы построили систему, мы удерживаем эту захваченную территорию, дальше мы оглядываемся вокруг, смотрим, а какие вокруг есть империи захваченные, мы хотим среди этих империй стать номером один, стать лучшим. На этом уровне мы совершаем подвиги и занимаемся саморазвитием, самосовершенствованием, совершенствованием себя. Когда все достигли, номер один, всех превзошли, дальше что делать? Ну, расти больше некуда, то есть, достиг вершины, достиг потолка, все, уже номер один, тянуться незакем. Дальше зеленый уровень, на этом уровне хочется сделать всем хорошо, восстановить справедливость, да, и на этом уровне осенний марафон, полет его с ней наяву, да, это все, это зеленый, это когда человек пытается сделать всем все хорошо, и если он там перед предыдущим уровнем не прошел, да, а пытается на зеленом уровне что-то делать, вот он всем делает в итоге плохо, как герой осеннего марафона. Дальше, следующее, это желтый, на желтом уровне, желтый – это уровень предназначения, да, на желтом уровне мы можем отказаться от всего, что мы достигли раньше, да, если мы понимаем, что является, вот только на этом уровне чаще всего, да, есть люди, которые с самого начала понимают, все, мое предназначение делать вот это, да, то есть он быстренько проходит все эти уровни и начинает работать на уровне предназначения, но чаще всего то люди свое истинное предназначение осознают только после того, как проходят все предыдущие уровни. Если вам кажется, что вы его раньше поняли, то очень часто это кажется. И проверка это предназначение не выдерживает. И естественно, когда вы находитесь на следующем уровне, вы можете как отказаться от любого предыдущего уровня, то есть сказать, что мне все остальное пофиг. Мне пофиг, буду я номером один или два, если я понимаю, что мое предназначение шить сапоги, и вот я буду сидеть и шить сапоги. Мне даже все равно, буду ли я лучший швец сапог в мире, или буду просто одним из швецов сапог. И мне будет окей. Либо я их интегрирую в себе и становлюсь мгновенно лучшим швецом сапог, либо я от них отказываю. Вплоть до того, что я могу отказаться от выживания, от бежевого уровня, могу отказаться в том случае, если это противоречит моему предназначению. Это высшая форма исполнения предназначения, взойти на крест. И, наконец, последний уровень, бирюзовый уровень, это уровень глобальности, уровень изменения мира. На этом уровне человек создает какие-то действия, которые меняют мир глобально, меняют его полностью. На этом уровне существует Иисус Христос, на этом уровне существует Будда, на этом уровне существует Конфуций, на этом уровне существует Джобс, Безос, Маск, и на этом же уровне существует Адольф Гитлер, На этом же уровне существует Наполеон. Давайте только не будем считать, что я их прославляю каким-то образом и считаю хорошими людьми, но, безусловно, я их считаю выдающимися мерзавцами, которые совершали действия на глобальном, на бирюзовом уровне. Насколько это понятно? Понятно ли эта концепция? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть какие-то вопросы, то задайте ваши вопросы. И, соответственно, наши герои, когда вы выбираете цель для героя, вы смотрите, на каком он уровне находится. Он может быть на бежевом уровне, если это история боевик, на уровне выживания. Он может быть на фиолетовом уровне, он может искать друзей, искать любовь. Он может быть на красном уровне, он может стараться захватывать территорию. Например, Гленгари Гленросс есть такая пьеса Дэвида Маммита. Там все на красном уровне, там все захватывают территорию. Это такой «я выиграю, ты проиграешь». Такая красная история. На синем уровне. Создать систему, создать учения. Например, кино про Фрейда или кино про Юнга – это кино про синий уровень. Дальше, оранжевый – это уровень соревнований. Фильм о спорте очень часто, фильм о политике очень часто про оранжевый уровень. Скажем, Антоний и Цезарь в сериале «Рим» они на оранжевом уровне. Они соревнуются на уровне, кто из них лучший политик. Дальше зеленый – это уровень экологичности. И желтый уровень предназначения. И дальше глобальный уровень. Все понятно. Непонятно, почему Наполеон и Гитлер не на уровне завоевания территории. А у них был, конечно, этот уровень на уровне завоевания территории. Например, у Гитлера это было в каком-нибудь 1929 году. Он существовал, наверное, на уровне завоевания территории. А дальше он строил систему на этом завоеванном уровне и так далее. Битлз – это бирюзовый уровень. Битлз прошли все уровни. С бежевого до бирюзового. Они принимали решение, когда казалось, что совершенно непонятно, зачем вы это делаете, прекращайте концертную деятельность. Могли продолжать вести концерты и рубить бабло. Вместо этого сели в студию и начали записывать Руберсоу и оркестр сержанта Пеппера. Потому что с их точки зрения, для их предназначения надо было не играть концерты, а надо было записывать музыку. И это помогло им дальше двигаться. Так, дальше. Вот Алиса задает очень правильный вопрос. Как раз то, что я дальше хотел сказать. Антагонист и герой должна быть на одном уровне. Второй вопрос – цель должна быть из того уровня, на каком уровне герой. Прям, Алиса, в точку. Оба вопроса в точку. Значит, смотрите. Первое. Герой и антагонист. Я не очень люблю понятие антагониста. Но давайте пусть будет антагонист. Почему? Мне больше нравится оппонент. Это не очень точно. Но что дает антагонист? Антагонист может быть один. Оппонентов может быть несколько. И чуть позже мы об этом поговорим. Я расскажу, как с несколькими оппонентами обходиться. Ну, окей. Пусть будет антагонист. У нас с вами два персонажа будут. Во-первых, они должны быть на одном уровне. То есть их цели, их внешние цели должны быть на одном уровне. То есть захват территории. Например, красный уровень. Да, у нас есть Дэн и Максим. И есть Ольга. И вот Ольга – это территория. И они дерутся за эту территорию. Ну, приз. Ольга – это приз. Они дерутся за этот приз. Они на красном уровне. Соответственно, их задача – задача Максима – завоевать Ольгу. Задача Дэна – завоевать Ольгу. Соответственно, для того, чтобы эту честь, эту цель достигнуть, Максим должен убрать Дениса, Денис должен убрать Максима, чтобы добиться цели. Все, все очень просто. Но что делает Максима героем? Внутренняя цель. Он хочет ее не просто завоевать, а он хочет на ней жениться, он хочет построить систему, он хочет построить семью. Вот. И в его случае, да, его внутренний… То есть, важно, чтобы вы понимали, что герой всегда, герой-антагонист, всегда их внешняя цель находится на одном уровне. Это может быть оранжевый уровень, может быть синий уровень, да, условно говоря, Фрейд и этот самый, и Юнг, да, есть фильм об их конфликте. Они находились на синем уровне, они оба строили систему. Но герой, у героя, и это делает героя героем, у него уровень… И здесь вот высота или вверх или вниз, это не уровень хорошестей, да, не уровень этичности. Бирюзовый может быть антиэтичный, да, как у Гитлера, например. Но высший уровень – это уровень сложности, и герой стремится к сложности. И у такого героя, да, у Максима будет цель жениться на Ольге, Ольга вроде героиня у нас, да, а у Дэна внутренняя цель – найти хоть кого-то, да, найти… У него никого нет, он ниже, он находится на уровне ниже, то есть его внутренняя цель – она ниже настоящей цели. То есть он бьет выше себя, он бьет на уровне захвата территории, а у него даже, как бы, у него даже друга нет, даже комьюнити нет. Он ищет комьюнити. Этот хочет создать семью, этот хочет создать комьюнити. Поэтому Максим выиграет. Поэтому Максим – герой. Поэтому Дэн проиграет. Ну, он может и выиграть, на самом деле, конечно, но мы будем воспринимать это как не хэппи-энд, как трагическую развязку. Понятно ли это? Возможно ли, что герой будет идти по ходу пьесы от одного уровня к другому? Да, конечно. Конечно, герой может переходить от одного уровня к другому. Естественно. Да, у нас может быть большая история, большое эпическое произведение, в котором герой будет проходить от бежевого уровня до следующих уровней. Или герой может в какой-то ситуации откатываться до бежевого. То есть у него все, что угодно происходило, а потом он раз вдруг попадает, не знаю, в плен или в захват, его бандиты захватывают. И он на бежевом уровне оказывается. Вполне может быть. Более того, мы, если уж о людях говорить, о нас, мы очень часто находимся в разных наших проектах на разных уровнях. Допустим, наша любовь на одном уровне, наша работа на другом уровне, наша учеба на третьем уровне, наша хобби на четвертом уровне, все на разных уровнях может находиться. И мы можем легко откатываться тоже назад. Например, я в Сямжи жил последний год, я был все уже на желтом уровне, у меня там все в порядке было. Вот. И я приехал в Вологду из Сямжи. Я тут же откатился на бежевый, на самое дно жизни. И пройдя 10 лет я там жил, опять начал выходить на желтый уровень. Пьесы начал писать там и так далее, и так далее. Романы начал писать. И потом переезжаю в Москву. Херак опять на дно. Да, то есть, или из-за внешних каких-то условий тоже. Я понимаю, что, например, когда случился ковид, некоторые мои знакомые, скажем, тренеры, которые занимались только живыми тренингами, они мгновенно откатились на уровень выживания. Поэтому, или человек эмигрировал, например, да, тоже. Здесь у него все было в порядке, да, переехал на дно, опять на бежевый уровень. Поэтому все это может происходить. И это, опять же, да, если мы просто делаем, герой хочет разбогатеть, да, все просто. Если хочет разбогатеть, но на самом деле, там, вот сразу же становится интереснее, герой становится сложнее. А самое главное, что если вы еще и антагониста подключаете с его внутренней целью, у вас и антагонист становится интереснее, да, то есть злодей, такой мольеровский злодей, который просто злодей, потому что злодей. А у вас получается шекспировский злодей, да, у которого тоже есть что-то, да, а у него, вот, он, там, предыдущий уровень не прошел, и поэтому он, как бы, с этого предыдущего уровня героя кошмарь. Окей, хорошо, теперь дальше, что происходит? Вот у нас два этих героя, протагонисты и антагонисты столкнулись. Столкнулись. Дальше что происходит? Дальше происходит конфликт. Существует множество классификаций конфликта, я вам сделаю небольшой обзор конфликта, какие-то из этих вещей, которые я вам рассказываю, я рассказываю на каждом своем курсе, поэтому ничего страшного, повторите. Я его вот такой быстрой скороговоркой расскажу, если там надо будет, то там поглубже посидите, переслушайте и углубитесь. Если будут вопросы, тоже зададите. Есть огромное множество классификаций конфликта. Я вообще хочу сделать такую периодическую систему конфликтов, да, источник конфликта, содержание конфликта, значимость конфликта, тип разрешения, форма выражения, тип структуры, социальной формализации и так далее, и так далее. Конфликты могут быть скрытые, явные, интенсивные, стертые, кратковременные, затяжные, вертикальные, горизонтальные, да, два начальника подрались, вертикальный конфликт, два начальника подрались, горизонтальный конфликт, конструктивные, деструктивные. И все это там, мы чуть в мастерской, мы это немножко подробнее раскрываем, эти варианты, но вот мы сегодня хорошо надкусим эту тему. Какие бывают источники конфликта? Из-за чего вообще возникают конфликты? Ну, первое, это экономическая и социальная деятельность, да, это конкуренция. Вот здесь есть поле, и мы два крестьянина, и мы за это поле давай драться. Вот есть Шервудский лес, значит, бедняки хотят там бракомьерствовать, а начальник не хочет. Поэтому вот он начинает назначать шерифа, который начинает гонять и шпынять. И появляется Робин Гуд, который этого шерифа кошмарит. Дальше, психологические особенности человеческих взаимоотношений, то есть их симпатиями и антипатиями. Да, вот не нравишься ты мне, или вот шадарло-далакло. Нравишься ты мне, да, опасные связи. Любят люди друг друга, но из вредности не хотят это признавать. Вот такая их психологическая особенность. И уничтожают жизни друг друга и большого количества людей, окружающих их. Дальше, культурные и этнические различия людей. Тоже большое количество конфликтов между разными культурами, между разными национальностями. И в истории литературы тоже много литературы есть на эту тему. Про индейцев, индусов, африканцев и так далее. Всякие англо-бурские войны и так далее. Мы, кстати говоря, в этом случае всегда, кстати, инстинктивно всегда были на стороне аборигенов против завоевателей. Дальше, плохая психологическая коммуникация. То есть люди друг друга не поняли, вроде бы нет конфликта, переругались и опять поубивали друг друга. Дальше, личностное своеобразие членов группы. Например, неумение контролировать свое настроение, свое состояние. В случае короля Лира. Фундаментальных никаких проблем. Но привык король к власти, к самодурству. Привык и все. И уничтожил королевство из-за этой привычки к самодурству. Дальше, способы разрешения. Есть конструктивные и деструктивные конфликты. Нас интересуют и те, и другие. Для конструктивных конфликтов характерны разногласия, которые выводят общество и личность на более высокий уровень развития. На появление возможностей для сотрудничества и взаимопонимания. Денструктивные конфликты приводят к разрушению, к негативным последствиям. Разрушительным. Плоть до жертвы и уничтожения общества целиком. И вот нам надо в истории всегда показывать движение от деструктивных конфликтов к конструктивным. Обратное движение – это трагедия. Это тоже почтенно, но мы с вами говорили, что наш с вами жанр – это трагикомедия. Наша задача – показывать, как учиться из деструктивных конфликтов переходить к конструктивным. Обучаться конструктивным конфликтам. Я надеюсь, что мировая история, которую мы имеем удовольствие наблюдать прямо сейчас, в течение последних лет, тоже все-таки люди научатся из деструктивных конфликтов переходить к конструктивным. Дальше. Явный конфликт – это когда мы видим, что герои в конфликте, они ругаются или даже дерутся друг с другом. Скрытый конфликт. Люди вроде бы беседуют о чем-то мирно, а на самом деле это напряженный спор. Два дипломата, например, вежливо друг к другу улыбаются, на самом деле в глотку готовы друг к другу вцепиться. По объему социального взаимодействия они разделяются на межгрупповые, внутригрупповые. Значит, что здесь важно? Межгрупповые – это конфликты между отдельными группами, не пересекающимися. Например, люди против зомби в Game of Thrones или в Чапаеве. В Чапаеве белые против красных – они не пересекаются, это группы. И мы конфликта фактически не видим. Они там… Одно столкновение есть в Чапаеве между красными и белыми, и одно столкновение между людьми и зомби в Game of Thrones. По сути, это… Они не разговаривают, не ведут каких-то дискуссий. Возможно, там одно-два столкновения на всю историю. Внутригрупповой конфликт, да, есть группа, в ней есть какой-то консенсус по поводу того, какая там иерархия. Кто главный, кто слушается, да. И когда нарушается баланс, Акела промахивается, возникают новые лидеры, которые начинают бороться за лидерство. И кто-то поддерживает Акелу, кто-то поддерживает молодого волка, да, и происходит перераспределение баланса. Да, и он либо возвращается к прежнему балансу, либо возникает какой-то новый баланс. И вот нам нужно для того, чтобы рассказывать историю, нам нужно межгрупповой конфликт всегда переводить во внутригрупповой. То есть, если нам нужно, русские с фашистами дерутся, да, нам надо либо русского отправить в плен к фашистам, чтобы он мог вступить в диалог с фашистом, да, как в этом самом, в судьбе человека Шолохова. Да, либо нам надо нашего человека внедрить, как Штирлица, внедрить в этот производственный фильм из жизни нацистов. Да, и вот в этом случае, да, у нас Штирлиц может начать вести с Борманом, с Мюллером, с Шелленбергом задушевные беседы какие-то. Да, и мы, и начинаются какие-то внутригрупповые конфликты. Вот это прям важно, что нельзя строить историю на межгрупповом конфликте. Либо его оставляете как источник саспенса, да, как в Game of Thrones. Там история крутится не вокруг этих мертвецов, да, мертвецы это просто напряжение создаёт. А на самом деле все конфликты внутри группы, между людьми. Вот, либо переводить, да, то есть там, например, ну как можно было сделать, ну развивать этот конфликт. Ну если бы взяли какого-нибудь мертвеца, и оказалось, что он рассказывает какую-то историю свою, да, ведёт какие-то переговоры. Там нет никаких переговоров с мертвецами, только прямое уничтожение. Вот, соответственно, да, мы существуем во внутригрупповых конфликтах, в драматургии. Дальше, межличностный и внутриличностный конфликт. Да, межличностный конфликт между двумя разными персонажами. Внутриличностный конфликт – это когда человек хочет одновременно и одного, и другого. Да, и на что-то сесть, и что-то съесть. Да, вот он мучается, так все-таки сесть я хочу или съесть. И нам нужно с одной стороны поставить кого-то, кому можно съесть, да, и рядом поставить кого-то, с кем можно съесть. Да, и вот они всё время человека перетягивают, либо туда, либо сюда. Да, и нам надо внутриличностный конфликт перевести в межличностный, для того, чтобы показывать вот эти разговоры, эти споры между людьми. То есть, важно, внутренний конфликт мы в драматургии всегда переводим во внешний конфликт, межгрупповой мы всегда переводим во внутрегрупповой. Насколько понятна эта мысль, напишите в чате. Если понятно, напишите понятно, если есть вопросы, задайте вопросы. Так, таким образом можно играть на понимании читателям сложности целей героя и оппонента в процессе повествования, несколько раз меняя местами это понимание. Вот, да, да. Да, если происходит откат по уровню, это уже однозначно драма и конфликт. Не совсем так, потому что откат по уровню всегда происходит из-за внешних событий каких-то. То есть, что-то происходит. И тут прилетели инопланетяне, и мы вдруг все сразу оказались на бежевом углу. Так, если уровень общий развития автора бежевый примерно, сможет ли он написать пьесу о героях более высокого уровня? Нет, конечно. Конечно, нет. Ну, если вы боретесь за выживание, вам не до того. Вы сначала обеспечьте себе выживание. Ну, сто процентов нет. То есть, если вы, условно говоря, да, вам надо, у вас нет работы, у вас нет жилья, да, вас выгоняют из дома, как вы можете думать о более сложных вещах? Там, не знаю, о постижении смысла жизни, там, поиске предназначения и так далее. Обеспечьте себе крышу над головой сначала, а потом уже садитесь пьесу писать. Переходите на следующий уровень. Другое дело, что очень часто мы знаем эти следующие уровни, да, и может быть такая ситуация, что человеком мотает по этим уровням туда-сюда, там, постоянно. Такое может быть. Но все равно нам должно быть душевное спокойствие. Для творчества должно быть обязательно территория душевного спокойствия. Поэтому, кстати говоря, я сценаристом, драматургом, писателем, я советую либо найти... Цинично звучит, но на самом деле это прям, это нормально совершенно, потому что общество своим читателям, общество, вернее, своим писателям всегда недоплачивает. Сколько бы мы ни получили, да, на содержание нашей тушки телесной, да, это какие-то конечные деньги. А то, что мы пишем, человечество, общество потом годами, десятилетиями, столетиями потребляет. То есть мы создаем контент долгоиграющий, а нам дают короткие маленькие деньги. Поэтому я считаю, что либо надо найти партнера, который вас будет кормить, да, единственное, что надо быть честным по отношению к этому партнеру, да, сказать, договориться, так, чувак, или там, жена, или муж, вот ты зарабатываешь деньги, а я буду заниматься творчеством. Дел, дел, все, окей, ты про деньги, я про творчество. Нормальная ситуация совершенно. Огромное количество семейных симбиозов я знаю, в которых, например, муж зарабатывает, а жена занимается творчеством. У меня жена, кстати, не работает, но она не творчеством занимается, она наукой занимается. Но для меня это совершенно нормальная ситуация, да, и это не значит, что я ее, там, не знаю, куском попрекаю или говорю, там, я тебя кормлю, делай там что-нибудь. Для меня. Хотя она дипломы делает, для мастерской оформляет. Вот. Или наоборот, тоже вполне могу себе представить ситуацию, в которой жена зарабатывает, а муж сидит дома и порчатым занимается. В этом смысле я полный феминист. Или найти какую-нибудь работу, на которой вам будут платить какие-то минимальные деньги, да, чтобы оплачивать жилье и еду, и чтобы вам ничего не надо было на этой работе делать. И даже немножечко вредить, туалетную бумагу воровать. Я считаю, что это такой грех, да, он писатель будет прощен. Писатель может позволить себе такие вещи делать. Более того, обязан это делать. Если ему надо, да, если ему нечего есть. О, вот, я обожаю это. А как же писатели, жившие в нищете, но писавшие шедевры, да, Бодлер, Лавкрафт и так далее. Они писали шедевры не благодаря тому, что жили в нищете. Они писали шедевры вопреки тому, что жили в нищете. Так, хорошо, идем дальше. Дальше. Стадии конфликта. Как проходит конфликт? Опять же, я бегу голубым по Европе в мастерской, мы в это все будем немножечко глубже погружаться. Значит, сначала, вот как мы проходим конфликт. Формируется противоречие. То есть, есть у одного интересы такие, у другого интересы такие. Дальше. Проявляется противоречие. То есть, начинается конфликт. Дальше. Происходит осознание конфликта сторонами. Очень часто осознание конфликта сторонами, да, то есть то, что мы в конфликте, мы понимаем, когда мы уже по уши в конфликтах. Причем все вокруг уже знают, что мы в конфликте, а мы еще не знаем, что мы в конфликте. Это тоже интересная драматургия. Дальше. Эскалация конфликта, кульминация конфликта, снятие или разрешение конфликта и послеконфликтная ситуация. Что изменилось? Вот вам план вашего конфликта. Когда будете писать вашу историю, сформировали противоречия, проявили противоречия, начало заискрило, начали какие-то обмены колкостями дальше, осознали стороны конфликта, эскалировали конфликт, довели до дуэли, до драки. Вышли на кульминацию, один другого ранил, например. Снятие или разрешение конфликта, то есть определили, да, ранил, но ты женишься на графине. Да, и после конфликтной ситуации. И я буду там свидетелем у тебя на свадьбе, например. Все. И последствия конфликта. Что изменилось? Да, графиня, значит, на кухне приборами звенит, убирает, а мы, только что подравшиеся, да, с перевязанной рукой сидим, выпиваем, празднуем. Мы празднуем твою свадьбу. Вот так примерно. И любой конфликт, он более или менее по этой схеме развивается. Дальше, следующее. Как люди ведут себя в конфликтах? Какие есть варианты того, как разные персонажи, что делают в конфликтах? Есть шесть основных стратегий, видов действий в конфликте. Первый – это столкновение. То есть мы, я встречаю противника, все, планка слетает, я его хочу уничтожить. На все остальное мне наплевать. На последствия я не обращаю внимания. Второе – соперничество. Мы соревнуемся. Да, давай, там, кто из нас больше денег заработает за год, тот и женится на графине. Или кто пробежит быстрее вокруг дворца. Да, то есть мы в чем-то соревнуемся. Дальше, следующий вариант – сотрудничество. Когда мы, сойдясь в конфликте, мы ищем объединяющуюся цель, объединяющую нас цель. И идем к этой цели вместе. Да, а пойдем, ну и нафиг эту графиню. Есть вещи поважнее. Пойдем вместе искать Святой Грааль. Отличная история. И пошли к гробу Господню, да, пошли искать Грааль. Дальше, что может быть? Компромисс. Каждый уступает. Да, то есть, окей, хорошо, я уступаю тебе, например, графиню, да, а ты мне уступаешь дворец графиня. Да, то есть тебе достается графиня, мне достается дворец. Нормально? Нормально. По рукам, по рукам. Да, то есть каждый получил не все, что хотел, но один уступил и другой уступил. И оба довольные разошлись. Один с графиней, другой с ее состоянием. Дальше. Приспособление. Я уступаю. Да, то есть один отступает, уступает другому. Говорит, ну, я вижу, вы, рыцарь, достойный, вы составите счастье графиней, да, а я, Сиранода Бержарак, со своим носом отправляюсь страдать и сублимировать в творчестве свои невысказанные сексуальные желания. Да, и, наконец, последний вариант – это игнорирование. Когда человек делает вид, что никакого конфликта нет, в конфликт не вступает. Да, как бы графиня есть, но, типа, ничего страшного, ничего не происходит. Чаще всего это приводит просто к отсрочке. И через какое-то время конфликт возникает снова. Вот шесть вариантов. Насколько это понятно? Опять же, если вы это понимаете, да, вы не судорожно мечетесь, а что писать, вот они сражаются, да, и я начинаю, какие-то слова у меня из головы бегут, и я их записываю, да, вы четко по полочкам понимаете, что вот то-то должно произойти, то-то должно произойти, то-то, потом то-то. И это не вот это тупое, примитивное понимание структуры, да, когда на седьмой странице должно быть вот это, на восьмой странице должно быть вот это, да, и это именно вот эти ребра жесткости, да, то есть это опорные пункты истории. Непонятно с сотрудничеством, когда мы ищем какие-то точки пересечения, да, когда у нас есть в чем-то конфликт, но мы ищем точки пересечения и вместе ищем, и вместе идем делать какое-то дело, да, и когда мы это, это, кстати, очень интересное сотрудничество, я обожаю сотрудничество, оно всегда очень сильно приподнимает зрителя. Мой любимый пример это, есть такой персонаж Чак Басс в сериале «Сплетница», и там, значит, Чак Басс это такой Оскар Уайлдовский такой персонаж, который такой извращенный, развращенный, который всем гадит просто ради своего развлечения, все, у него тоже сложные такие отношения с одной из героинь, где они все время там в духе опасных связей друг друга мучают все время, и вот такой мерзавец. Но этот мерзавец – это часть их общества, и в какой-то момент оказывается одна из героинь, которой он тоже там клинья подбивал и там играл с ней всячески и так далее, и так далее, оказывается, что ее, ну там, условно, я не помню коллизию, но типа там ее похитил какой-то маньяк и собирался изнасиловать. Вот, и герой, узнав об этом, такие, не знают, что делать, да, и они идут к Чаку Бассу, говорят, слушай, чувак, вот случилась такая фигня. Да, и логично предположить, что в этот момент он сказал, о, классно, давайте я там тоже поучаствую в групповушке, да, я же маньяк сексуальный. Вот, он мгновенно, ни на секунду, не задумываясь, говорит, все мои ресурсы в вашем распоряжении. Вот мое богатство, вот мои слуги, вот мое влияние, да, вне всякого сомнения, мы создаем штаб, мы работаем, да, пока мы ее не найдем. Через какое-то время они ее находят, естественно, все ему благодарны, да, и она тоже ему благодарна, такой, фу, поведите вы к черту с вашей благодарностью, я, и снова становятся мерзавцы. Да, то есть, когда плохой герой, это очень сильно зрителя приподнимает, когда плохой герой объединяется вместе с хорошим героем ради какой-то благой цели. Вот это сотрудничество, когда возникает какая-то новая цель. Если, например, вот случай, я не случайно сказал про святой Грааль, да, это довольно частый сюжет для рыцарских романов. Есть какая-то графиня, вот, там, Гавейн в нее, нет, от балды я имена первые попавшиеся беру, да, Гавейн в нее влюблен и Ланселот в нее влюблен. И вот они вместе там дерутся, я сейчас понимаю, что у медиалистов просто волосы с дубом стоят, но мне для вас надо именно принцип показать. Мы из-за нее деремся, деремся, и вдруг мы понимаем, что, ну да, вот здесь у нас конфликт. Но есть главное, ради чего мы, рыцари, родились на свет. Поиск святого Грааля. Все, графиня забыта, и они вместе идут искать святой Грааль и складывают там свои кости до тех пор, пока кто-то из них этот Грааль не найдет. Вот это сотрудничество. Окей, хорошо, идем дальше. Теперь, значит, вот отношения между персонажами, я стараюсь тоже баланс как-то держать, чтобы вам слишком сильно мозг не взорвать. За одно занятие в мастерской я это тоже, опять же, там, ну, много этой информации частями даю, и там мы рассматриваем 4 измерения отношения между персонажами. У нас 4, как бы, ну, 4 параллельных, как бы, точки зрения на героя, да, это отношения с главным героем, это роль в истории, это место в обществе и психологический тип. Да, и мы, опять же, да, в большой пьесе мы на героя с разных сторон смотрим, да, то есть герой как профессионал, да, он, например, начальник лаборатории, да, герой дома, да, как герой как член семьи, да, отец семейства, да, герой как друг. И он в разных ситуациях, опять же, ведет себя по-разному. И для того, чтобы разобраться вот с этими персонажами, я начал в свое время, я начал смотреть, собственно, хорошо, а как у нас герои взаимодействуют в истории, если у нас появляется несколько персонажей, да, то есть вот есть один персонаж, он рассказывает какую-то историю. Вот у нас появляется второй персонаж. Вот два персонажа в пьесе. Какие между ними отношения? Напишите в чате. Это простой вопрос, простой ответ. Я вам только что об этом говорил. Два персонажа, какие между ними отношения? Они между собой в чем? Напишите в чате. В конфликте. Конечно. Да, то есть если у нас есть два персонажа, для того, чтобы было интересно, не может быть сотрудничества у двух персонажей. Не может быть. Не будет история, распадется, да, у нас должно быть больше персонажей для того, чтобы там возникло сотрудничество. Поэтому, конечно же, в конфликте появляется третий персонаж. Да, вот давайте у нас есть Максим, у нас есть Дэн и появляется третий персонаж. Ольга, какие отношения между персонажами? Какие отношения между... Олег у нас главный... Максим главный герой, значит, Дэн противник и Ольга. Какие отношения у Максима с Дэном и какие отношения у Максима с Ольгой? Какие отношения у Максима с Дэном и какие отношения у Максима с Ольгой? Так. Конфликт и... А у Максима с Ольгой какие отношения? Макс с Дэном. Соперничество, конфликт, естественно, да. А у Макса с Ольгой? Максим с Ольгой. Сотрудничество. Совершенно верно. Да. То есть у нас с одной, с одним персонажем, если мы усложняем и добавляем третьего персонажа, у нас с одним персонажем конфликт, со вторым персонажем у нас союз, у нас сотрудничество. Потому что если при этом одновременно у героя будет конфликт и с героем, и со вторым, и с одним персонажем, и со вторым, да, будет неинтересно. У нас история развалится. Нам нужно обязательно, чтобы было разнообразие. С одним героем конфликт, со вторым героем союз. При этом, например, если мы сделаем такой вариант, что союз у Ольги и Дэна, то есть, что у них союз против него, это его сразу же как героя ослабит. И сразу же будет неинтересно. Сразу же теряется… Есть такие истории, тоже они есть, но это теряется интерес сразу же. Это Дэна сразу же делает героем. То есть, с кем союз, тот и становится героем. Дальше. Следующий вариант. Вот если… Вот важно, смотрите. Сейчас я вам очень важную концептуальную вещь рассказываю. То есть, если два персонажа, между ними всегда конфликт. Если три персонажа, то конфликт с одним персонажем и союз с другим персонажем. Если у нас четыре персонажа, то есть, один герой и три второстепенных персонажа, то у нас с одним персонажем конфликт, со вторым персонажем союз, с третьим персонажем сначала конфликт, потом союз. То есть сначала они дерутся, потом заключают союз. Если у нас пять персонажей, то у нас один главный герой, со вторым персонажем конфликт, с третьим персонажем союз, с четвертым персонажем сначала конфликт, потом союз, с пятым персонажем сначала союз, потом конфликт. Насколько это понятно? Я в свое время, когда я эту концепцию придумал, то, что я вам рассказываю сейчас, об этом ни в одном, поверьте мне, ни в одном учебнике по кинодраматургии или драматургии никто об этом не писал. Вообще никто. Так что я первооткрыватель. Я как раз проходил курс по коучингу, где нам предлагалось придумывать разные концепции, фигуры и называть своим именем. Там типа квадрат Петрова, линия Пискарева и так далее. Вот я когда вижу, что кто-то своим именем что-то называет, это, опять же, занятие почтенное достаточно. Пискарева я вообще очень уважаю, создательной нейрографики, чтобы у вас не возникла мысль, что я с пренебрежением каким-то. Я с ним тоже, кстати, интервью делал, тоже можно найти, посмотреть. Очень крутой чувак. И, значит, я хохмы ради, значит, придумал, это назвал конверт Молчанова, да, что вот герой посередине и, значит, по сторонам оппоненты, вернее, по сторонам персонажа. С одним союз, с другим конфликт, с одним сначала конфликт, потом союз, с другим сначала союз, потом конфликт. И все, вот создаете систему персонажей, это минимальная система персонажей, которая позволяет делать большую сложную историю. А вот, теперь дальше. Что здесь может быть? Как правило, в большой пьесе, в большой истории есть два мира. Например, там, не знаю, мир дома и мир работы. Вот на работе герой, там, не знаю, главарь банды, а дома он отец семейства, да, и часть сюжета происходит на работе, часть сюжета происходит дома. И вот обычно, когда строят систему персонажей, ему, герою, герой находится посередине, и у нас появляется двойной конверт Молчанова. С одной стороны, дома, да, союзник, противник, сначала союзник, потом противник, сначала противник, потом союзник, да, то есть четыре персонажа здесь. И четыре персонажа здесь, да, четыре персонажа дома и четыре персонажа на работе. Союзник, противник, сначала союзник, потом противник, сначала противник, потом союзник. 9 персонажей. Все варианты любых драматургических, драматических перипетий с этим набором персонажей вы можете показывать. Естественно, можете добавлять туда еще какое-то количество второстепенных персонажей. Но вот 9 основных персонажей, которые психологически поэннеограмме рассказываются, раскладываются, просто как тут и были, и разложили, и все. Самое главное, что вам не надо из хаоса выхватывать персонажей, вы их расписали, и вы их визуально просто видите, как они взаимодействуют между собой. Вот таким образом это работает. Насколько это понятно, концепция? Так, крутая концепция Молчанова. Вот запоминайте, двойной конверт Молчанова. Да, я с тобой теперь в контрах. Помру Василия на похороны позаботиться. Да по лобовку нет. Если у вас есть схема этого конверта, выложите. Так, ребят, ну что, вы сами не в состоянии написать. Одну точку поставите, четыре точки по краям? Простая схема. Да, естественно, эти персонажи между собой тоже каким-то образом могут взаимодействовать. И аннеограмма в этом отношении, она очень хорошо помогает. Когда вы ее накладываете на одну схему, на другую, по аннеограмме сразу видно там, кто с кем как взаимодействует. Но это мы подробнее, опять же, в мастерской я покажу, как это работает. Как там работают вот эти линеечки в аннеограмме. Вот такая красивая, да. Я люблю красивые схемы. Красивые схемы, они всегда хорошо работают. И естественно, да, важно, чтобы вы понимали, да, что это все не догма, а это фундамент. И дальше на этот фундамент вы можете строить огромное прекрасное здание. Вот поставленная на такой фундамент система персонажей, она выдержит достаточно долгие взаимоотношения, нежели если вы просто придумаете несколько персонажей с рандомным каким-то образом. И все, и дальше они у вас будут взаимодействовать. Главный герой в произведении может быть только один, а два бывает? Ребят, в произведении бывает все что угодно, вообще все что угодно бывает. Да, может быть роман, в котором просто чистые страницы. И это тоже будет роман. Можно сделать кино, в котором просто снимаешь стену 20 часов. Это тоже будет кино. Поэтому может быть все что угодно. Но естественно, один главный герой будет воздействовать лучше, чем два. Может быть, несколько главных героев. Может быть, герой, состоящий из двух персонажей, как Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Да, это один персонаж Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Есть, например, сериалы какие-нибудь типа CSI. Там коллективный главный герой, состоящий из пяти персонажей. Поэтому может быть все, что угодно. Может быть, герой эстафета. То есть, Game of Thrones тот же. Там, условно говоря, сначала вот этот чувак, который Боромир, потом эстафета передается к следующему герою, к Джону Сноу и так далее. То есть, там какое-то время такой полуфинал был, и я не мог понять, кто будет в итоге героем, Джон Сноу или Дейенерис, а потом в финале выиграл Джон Сноу. Так, в пьесе на двоих эти третий и четвертый могут быть за кадром? Да, вполне могут быть. Да. Как приятно встретить знающего мою эннеограмму. Друзья, эннеограмма, как инструмент драматургии, эннеограмму в Россию привел я. То есть, в свое время я про нее прочитал много-много-много лет назад. Еще деревья были большие, я прочитал про него у Гурджиева. Вот. И я тогда как раз разрабатывал сложную очень систему персонажей и просто никак не мог с ней толку дать. И я взял и разложил. Думаю, попробуй-ка я эннеограмму. Разложил. И оказалось, что да, она отлично раскладывается, очень хорошо работает. И дальше я начал везде просто пропагандировать. Мы тогда делали в театре ДОК, делали такую школу для сценаристов. И вот я туда это все дело притащил, рассказал, и все пришли в дикий восторг и начали по сценарным кругам этот инструмент. Я начал пропагандировать. Вот. А сейчас уже там забыли, что я его притащил. Уже все люди пользуются. Причем самое интересное, я общался с западными ребятами, с американцами, с американскими сценаристами. И, значит, там какой-то чувак на форуме на одном задал вопрос, типа, как систему персонажей создавать. И я ему просто так вот между делом написал, типа, используя эннеограмму. И мне тут же кто-то в комментах написал, о, типа, да-да-да, крутой инструмент, я тоже его использую. То есть это, ну, на самом деле, если бы я его не вытащил, ну, кто-то другой его вытащил бы. То есть это, я понимаю, что американцы далеко не из моих лекций это узнали. Вот. Так что, ну, просто инструмент действительно очень хорошо подходит. Лучше, чем соционика, например. Соционика тут никак, к сожалению, не применима. Вот эннеограмма отлично. Именно благодаря вот этим своим пересечениям. Так. Двойной конверт бывает, он нужен где-то? Нет. Почему? Потому что двойной конверт – это 9 персонажей, эннеограмма – это 9 персонажей. Это максимальное количество основных персонажей, которые человек способен держать в сознании. То есть 10-й появляется, он начинает сливаться. То есть вам невозможно придумать 10-го персонажа, чтобы он не слился с кем-то из других персонажей в эннеограмме. И он просто лишний персонаж будет. Вот. В Game of Thrones больше персонажей, но там интересно сделано. Там одного персонажа убивают, например, Боромира. Вместо него приходит другой персонаж. Одного персонажа, там, мерзавица, который девушек пытал, его убивают. Дальше следующий на его место, там, Дэвид Рамзи приходит. Не Дэвид Рамзи, как-то, не помню. Рамзи – это бизнес-тренер. Рамзи этот приходит, значит, другой маньяк. Вот. Там очень-очень это четко сделано. Один персонаж ушел, на его место приходит точно такой же. Прям. И я делал, когда адаптации американских сериалов, я писал адаптацию сериала Кости и адаптацию сериала, господи, как его, Prison Break, Побег для Первого канала. И когда мы там работали с системой персонажей, меня поразило. То есть я посмотрел, когда их разбросал по эннеограде, как влитые. То есть совершенно точно, что там в Кости девять основных персонажей и Prison Break тоже там бегут из тюрьмы девять человек. Четко совершенно, что сценаристы использовали эннеограмму. Поэтому вот так вот мы структурируем до девяти большой пьесы. Ну, естественно, да, кстати говоря, прозаики, когда берутся писать тексты, пьесы, им это самое сложное, уложиться в ограниченное число персонажей. Если вы посмотрите Толстого пьесы, там куча персонажей. Если вы посмотрите Солженицына, там куча персонажей. Когда прозаик берется за драматургический текст, у него главная проблема именно большое количество персонажей. Так, что такое адаптация? Ну, это когда вы берете какой-то текст и адаптация. А, в данном контексте, да, это когда берется западный сериал и адаптируется, делается местная адаптация. То есть это не значит, что мы воруем чужой сюжет, хотя нас, конечно, в этом тоже обвиняли, это не так работает. Да, что у нас, да, на самом деле бывали и такие адаптации. У нас были, условно говоря, там, какой-то Little Britain, да, взяли, это не честная адаптация. Взяли ребята и такие, о, давайте украдем идею. Но про это основатели сами рассказывают. Украли идею Little Britain, сделали нашу Russia. Нормальная ситуация. Но вообще рынок адаптации, он довольно-таки плотный. И есть интереснейший документальный фильм, который называется «Экспортируя Раймонда». Найдите его, посмотрите. Филипп Розентальев снял документальное кино. Он сценарист, он автор сериала «Все любят Раймонда». И он делал адаптацию, сериал «Воронины» – это адаптация вот этого сериала. И он рассказывал, как делали адаптацию здесь. Очень смешно, очень похоже на правду. Я очень хорошо знаю ребят, это компания Good Story Media. Они абсолютно гениальные, просто совершенно потрясающие. Делают лучшие сериалы в России. «Мир, дружба, жвачка» сейчас мои друзья Петя Волков делают там. Это прям отличная драматургия. И как это делается? Вот есть сериал успешный, американский, например, «Кости». Мы покупаем лицензию на этот сериал. Мы его не воруем, мы платим кучу денег, компания покупает лицензию. Дальше мы садимся, нам переводят серии с английского на русский. И мы садимся и смотрим, что мы берем, что мы меняем. Мы довольно радикально меняли, сильно достаточно. И на наши реалии переносим, пишем фактически новый сценарий о том, как это все дело происходит в России. Потом приходит человек, американец от канала, не помню, по-моему, Fox, что ли, значит, или от Sony, не помню точно, от какой он компании был. Ну, какая компания производит? По-моему, Fox все-таки. И внимательно читает наши адаптации, чтобы мы что-то не испортили. Человек, как правило, такой двубилингвый, который и их человек, но который читает по-русски. В нашем случае это был прекраснейший, замечательный Джеймс Крамер. Замечательный американский сценарист, который много лет работал в России. Вот он читал наши адаптации. Я два раза с ним сталкивался, и потом Prison Break, когда мы адаптировали, то же самое. Опять же, Джеймс Крамер с американской стороны читал наши сценарии. После этого мне Джеймс написал, это было где-то году в 2014, что ли, 2013, и он меня звал туда, в Америку работать. Говорил, что Александру очень нравится серия, очень профессионально, приезжайте. Я, естественно, отказался, потому что у меня был маленький ребенок, ну и вообще я в планах не было в Америку переезжать. Но вот тем не менее. А вот, кстати, Филипп Коршунов у нас в комментарии. Филипп, он режиссер, и он снимал... Что ты снимал? Напиши, пожалуйста, я напомню. По-моему, Кости. По-моему, Кости. Какие-то серии Костей он снимал. Филипп, поправь меня, если я ошибаюсь. Так, хорошо. Вот то, что я вам хотел сегодня рассказать. И, значит, домашнее задание. Сделать описание двух главных героев вашей истории, вашей пьесе. И описать их в таком формате. Я вам текстом сейчас это добавлю в описание урока. Имя, возраст, внешность, характер. Все в свободной форме. То есть не надо там никаких этих самых, чтобы было понятно, какой характер, какая внешность, какой возраст, цифры. Биография. Биография. Только то, что важно. То есть не нужно на три страницы биографии. Только важные биографические факты для понимания героя. И важно, чего хочет каждый герой. Чего один герой хочет, чего хочет второй герой. И из-за чего конфликтуют ваши герои. Причина и повод для конфликта. Напишите в комментариях, понятно ли вам домашние задания. Если понятно, напишите. Понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Может не адаптация, а калька? Нет. Ну, это не калька совершенно точно. Смотрите, в адаптации там интересная штука, что чем ближе ты идешь к оригинальному сценарию, тем хуже получается. Поэтому мы очень много. Я прям просто неогромные писал. Перед Фоксом я же отчитывался. Я за каждое изменение должен был отчитаться и объяснить, почему мы что-то меняем. Мы, во-первых, из 22 серий сделали 16. Вот. Поэтому это не калька вообще. Кстати говоря, Шекспир всю жизнь писал адаптации. У него нет ни одного оригинального сюжета. Гёте Фауст – это адаптация. Вся драматургия Пушкина – это все адаптации. То есть это сюжеты, которые использовались ранее. Лучшие сериалы американские, как правило, это адаптации малоизвестных сериалов. Например, «Хоумленд» – это адаптация израильских сериалов от Уфина. Так что это вполне почтенное занятие делать такие адаптации. Очень многие, кстати, очень многие выдающиеся произведения, например, «Энеида» – это адаптация. То есть «Энеида» – это вариация на тему «Илиады». То есть это, по сути, был сюжет, на котором была великая греческая поэма. И нужно было создать такое же… Был государственный заказ, нужно было создать такое же произведение римское. То есть это по прямому приказу, я не помню, кого-то из исправителей, по-моему, августа. Но тут боюсь ошибиться. Очень плохо с цифрами и датами, и именами. Так. Идеальных незнакомцев. Ну, ребят, это отдельная большая тема. Хорошие адаптации, плохие адаптации. Да, Костя. Филипп пишет, Костя, пилот, как раз снимал. Какой смысл в адаптациях малооригинальных сюжетов? Нет, я думаю, что просто в то время была такая идея. Во-первых, мы очень сильно, очень плотно адаптировались в мировой кинобизнес. И когда, например, приходила сюда, условно говоря, компания Sony, они говорили, так, ребята, вот у нас есть проекты, зачем вы тут свое будете делать, делайте наше. То есть это было, может быть, идеологическое какое-то желание контролировать контент. Но сейчас все адаптации полностью выдавлены с российского телевидения. И вот сейчас, по-моему, ни одной адаптации нет, только оригинальные проекты. Очень мало в играх, помните, тоже телевизионные игры, это все тоже были все адаптации. Да, очень мало адаптированных западных проектов. Помню, только голос остался. Сейчас все, там, сериалы точно наши только оригинальные делают. Потому что попробовали, обожглись, и у нас как-то это не очень взлетело. Слишком большие различия в обществе. В обществе слишком большие различия, поэтому адаптации хорошо работают в похожих обществах. Что, на ваш взгляд, полезнее для начинающего драматурга? Смотреть спектакли и читать пьесы? И то, и другое обязательно. Ну, по возможности нужно как можно больше смотреть спектакли. Но, понимаете, вот смотреть много, смотрю много спектаклей. Очень часто, когда человек говорит, да, много смотрю спектаклей. А сколько ты в этом сезоне посмотрел? Спрашиваешь, да, и человек, типа, там, ну, два. Да, вы считаете, что это много? Вот когда вы 150 спектаклей посмотрели за сезон, вот это много. Когда я начинал, осваивал, когда драматургию, да, я смотрел там по 100 спектаклей за сезон. Вот это много. Каждый третий вечер ты в театре. Я студенческие спектакли смотрел в 39-й аудитории в ГИТИСе. В общем, очень много смотрел. А читать пьесы, да, пьеса в день. Каждый день по пьесе. Считаешь. Тоже вот это много. А так взял и один раз в сборник пьес какой-то прочитал, это немного. Надо читать полками. Драматургию. И это меняет, когда ты читаешь 500 пьес за год, да, это меняет вообще состав крови. Начинаешь по-другому совершенно воспринимать. А если детская пьеса, тоже у них конфликт? Конечно. Конечно же. Разумеется. Возьмите вот сейчас после этого занятия вам, вот Лариса Зивакова, вам конкретное занятие. Задание. Найдите любую серию смешариков, посмотрите, какие там конфликты и напишите в комментариях, какие конфликты в этой серии. Вот любую серию смешариков. Я говорю смешариков, почему? Потому что у них очень хорошая драматургия, очень качественная. Вот детский, для меня это образец отличной детской драматургии. Так, про героя понятно, мой кумир, а антигероя где брать? Я вам только что рассказал, где брать антигероя. То есть вы берете, вот цель у героя, да, понятно какая, на каком уровне. Понятно, что значит у противника тоже цель должна быть на этом уровне. И дальше герой вверх, герой на уровень вверх, а противник на уровень вниз. Все, вот у вас антагонист. Остается ему только имя придумать. То есть вы понимаете, чего ваш антагонист хочет и чего он хочет на самом деле. Все, только остается ему дать имя, добавить характер, добавить какие-то биографические черты. Останется ли запись этого вебинара на YouTube-канале? Да, чуть позже Татьяна выложит видео к вечеру. И в подкасте тоже аудио появится. Так, разложили по полочкам, поняла, почему барахлит моя история. Знаю теперь, как оживить. Вот это вообще проверка, да. То есть если вы чувствуете, что что-то барахлит, спрашивайте себя. Так, в этой сцене мой герой чего хочет, а противник его чего хочет, а где у них конфликт. То есть если есть конфликт, все, история работает. А если у вас один герой хочет, и другой герой, они хотят одного и того же, да, то конфликта нет. Значит, их надо с кем-то столкнуть. Чтобы не было такое, что у вас герои идут, мирно беседуют и друг другу какую-то информацию рассказывают. Ну, это сразу внимание падает. Так, если это монопьеса и конфликт внутренний, то как описывается герой? А мы-то как должны увидеть этого героя? Как вы его представляете, как видите? Точно так же и описывается внешность, характер, возраст, имя. Прямо по списку берете и пишите. Какие черты должны быть? Еще раз. Только что я отдельно большими буквами вам объяснил, какие черты должны быть у антигероя. А, все, Софин, я протупил. Я решил, что вы про антагониста говорите, а вы про антигероя. Значит, что такое антигерой? Это отдельная вообще большая тема. Что такое антигерой? Смотрите, здесь наше поколение зрителей-читателей, самое изощренное поколение читателей за всю историю человечества. Мы потребляем контента больше, чем кто-либо, когда-либо. И у этого есть определенные последствия. Мы уже все истории, все пути героя, мы знаем наизусть. Нас удивить очень трудно. И в итоге начинает появляться такое обратное движение. Нас утомили герои, и мы хотим антигероев. И появляются герои, на примере которых зрителям показывают, как не надо. То есть герой, а он обычно правильный выбор делает. А антигерой делает неправильные выборы. Нам становится интересно, а что было бы, если бы Д'Артаньян с самого начала подружился бы не с мушкетерами, а с гвардейцами-кардиналами. Вот если бы он стал антигероем. Есть, кстати, такой роман у Бушкова, Д'Артаньян, гвардейцами-кардиналами, очень забавно. И вот мы видим героя, который пошел по плохому пути. Мистер Уайт, например. Брэйкин-бэд. Классический антигерой. И там тоже довольно интересно. Там свои повороты сюжетные и так далее. И эту концепцию очень хорошо развивал такой замечательный мастер, которого зовут Тоха Нефедов. Он же Антон Нефедов. Он же Тони на драконе. Я с огромной нежностью к нему отношусь. Очень его уважаю как мастера. Надеюсь, что вы все его читаете в Инстаграме. Если не читаете, подпишитесь. Тони на драконе. Он дважды у меня был на эфире. И обязательно, если вам тема антигероя интересна, найдите его выступление на нашей сценарной конференции у меня на канале на Ютубе. Посмотрите, он там просто по полочкам все раскладывает по поводу антигероя. И я с его разрешения участвовал в разработке концепции наш ученик Слава Назаров, выпускник мастерской. И я с их разрешения использую вот эту модель путь антигероя даю в нашей мастерской. Сейчас мы не будем углубляться в это. Так, если созревшие сейчас из-за новой информации образа главный герой не бьются с написанным первым абзацем, то его можно переписать? Да, конечно. Я надеюсь, что в течение этой недели после каждого урока в вашем сюжете что-то будет меняться. К тому времени, когда мы подойдем к написанию тела текста, это будет, возможно, совсем другая история. Более глубокая, более интересная. Так, сейчас собираются адаптации турецких сериалов делать. Ну, они очень успешные, их весь мир смотрит замечательно. Какой смысл Толстому, Господи? Какой смысл был Шекспиру писать про Гамлета? Или про Ромео и Джульетту? Какой смысл писать? Есть же уже пьеса про Ромео и Джульетту, есть пьеса про Гамлета. Зачем? Какой смысл был Гетте писать про Фауста? Ведь есть же уже пьеса про Фауста. Зачем трудиться писать другую пьесу? Поэтому для меня, Лада, ваш вопрос так звучит. Потому что вечные истории дают новое преломление, дают новое измерение, когда ты из своего времени погружаешься в эту историю. Я делал адаптацию, так скажу, шотландской пьесы, аккуратно выражусь, суеверно, для Европейского театра. Тоже большое удовольствие получил, погружаясь в эту историю. Так, где можно побольше узнать про структуру и принципы построения эннеограммы? Ну, мастерской я буду давать, у нас будет занятие в эннеограмме. Так, сколько страниц или знаков в двухактной пьесе примерно на 2 часа? Ну, там тоже все зависит от соотношения действия и диалога. То есть это там плюс-минус от 25 до 40 страниц. Но где-то ориентируемся на 30-35-40 страниц. Плюс-минус там плавает. В монопьесе на час около 20 страниц. То есть даже, наверное, поменьше. В странице 15. 15-17 страниц. Так, антигерой во все тяжкие. Да, это антигерой. Как в монопьесе вывести внутри личностный конфликт, межличностный? Никак. Ну, как бы вы сами себе ограничения поставили, да, и мне говорите. Я поставил себе вот такое ограничение. Александр, как мне его убрать? Ну, никак. Ввести еще одного персонажа. Все. Ну, единственное, что вы можете вывести этого персонажа за пределы сцены. То есть оставить на сцене одного персонажа. И, допустим, у вас второй персонаж обращается. Например, есть такая пьеса у Равенхилла. Продукт. Там два персонажа. Продюсер и актриса. Актриса ничего не говорит. Или, по-моему, у нее одна реплика. А может и... Ну, если ее и убирали, эту реплику, то ничего страшного. Точно так же работает. Она просто сидит и слушает. Да, то есть это монопьеса, в котором есть человек, который говорит, и есть человек, который слушает. Есть пьеса у Кокто. Человеческий голос. Там героиня разговаривает по телефону. Есть замечательная пьеса, где... Я не знаю, в итоге сняли или нет этот фильм. Должен был Пореченков его играть. Продюсера. И он целый вечер сидит дома и разговаривает по телефону с разными людьми. Это тоже монопьеса. Есть такая пьеса, есть такой фильм с Хабенским. Коллектор называется. Тоже это монопьеса, по сути. Там один персонаж, и он тоже по телефону разговаривает. Вот там внешний конфликт, да, но вторые, там следующие участники, они выведены за пределы пьесы. Все. Больше других, как бы, других вариантов нет. То есть мы не слышим голос тех персонажей, мы слышим только голос одного этого персонажа. Да, весь домашний адаптация турецких сериалов. Ну, вполне может быть, это как-то мимо меня прошла эта вся история. Хотя турецкие сериалы отличные. Мне как-то в свое время, мне заказывали адаптацию одного турецкого сериала. Я так немножко погрузился. Да, это хорошо, это очень качественная, очень динамичная драматургия. Но в целом большинство турецкой продукции, оно очень медленное, как правило. Там одно событие пережевывается целую сессию. Целую серию. Так, может ли герой стать антигероем в процессе? Может ли пьеса остаться без героя? Хороший вопрос. Я думаю, что может. Я думаю, что может. Герой, да, как, например, Дейенерис. Героиня? Да, после того, как она уничтожила голос, город она стала антигероиней. Может такое быть? Полный. Может ли пьеса остаться без героя? Я думаю, что тоже может. Навскидку, примеров не вспомню, но я думаю, что может. Вот, кстати, вот дальше пример дают. И если я правильно понял ваш вопрос, да, что герой исчезает из пьесы. Может такое быть. Вот. Может ли пьеса быть вообще без героя? Да, тоже может быть. Да, вот как раз вот в ожидании Гадо. Я очень внимательно изучал драматургию Беккета. У него, помимо Гадо, еще большое количество пьес. Вот. И то, что он делает, это очень сильно отличается, например, от того, что делает Ионеско. Да, у него есть пьесы, в которых нет реплик вообще у Беккета. Вот. И это чрезвычайно интересно. И вот это как раз пьесы, в которых нет героя. То есть там есть какие-то персонажи, да, но героя как такового там нет. И событий там нет. В ожидании Гадо, на мой взгляд, это немножко такой черный квадрат. Да, то есть гениален ли черный квадрат? Конечно, гениален. Нужен ли второй черный квадрат? Нет. Одного достаточно. В истории изобразительного искусства одного черного квадрата достаточно. Да, потому что это манифест. Вот в ожидании Гадо это тоже манифест. То есть это одна пьеса, да, после которой писать. То есть там дальше дороги нет. То есть он дошел до предела. И он не в Гадо дошел до предела. Он вот в следующих вот этих пьесах своих, без сюжетных и без диалогов, без реплик. Вот он дошел до черного квадрата. Дальше все, дороги нет. И, кстати, сам же Малевич, он обратно вернулся во второй половине жизни. Он обратно вернулся к фигуративному искусству. Вот. И дальше драматургия дошла до абсурда. И она сейчас снова возвращается к нарративному театру. Одно время от этого, да, постдраматического театра все просто кипятком писали. И очень все это было популярно. Но это именно манифест. Почему? Потому что это смотреть все очень тяжело. Да, то есть это внимание не удерживает. Да, то есть вы должны все время рационализировать. Вы должны все время себе говорить, да, это гениально, я должен это смотреть. Как смотреть черный квадрат? Ну, вы как бы понимаете, да, что это выдающееся гениальное произведение. Эстетического удовольствия от созерцания черного квадрата вы не получаете. Как, например, от картин Ротко, да, которые отличаются, да, потому что это не концептуальное искусство, а эмоциональное. Поэтому абсурдистский театр тоже может быть эмоциональным, да, как, например, от, не знаю, пьесы Введенской. Так, я без негатива восхищаюсь, работаю мелодрама, самый сложный жанр. Мелодрама, хорошую мелодраму, да, потому что там одна фальшивая нота, и все, и капец. При том, что там все ноты фальшивые. Все ноты фальшивые, а мелодия гениальная. Да, и вот ошибешься в этой фальшивой ноте, и все. Еще зритель может стать вторым персонажем в монописи. Да, может такое быть, да, то есть если идет обращение к зрителю. Кстати говоря, когда была постановка по Равенхиллу, по продукту в театре практика, там актер обращался к аудитории. Там, по-моему, не было второго персонажа. Допустимы ли в пьесе животные? Ребят, в пьесе допустимо все, что угодно. То есть у вас может быть, например, надо понимать, как это будет на сцене, во-первых. Будет ли это реальность животных. И надо понимать, что у нас могут быть животные такие человекоподобные. Театр очень сильно отличается от кино своей условностью. В кино это телефон. Что-то с ними не делай, это телефон. В театре вот это гроб. Вот мы несем гроб. Мы в театре с вами. Это похороны. Я могу выйти и вынести телефон. Это космический корабль. Империя, тысячу лет, бла-бла-бла. Тот же самый телефон. Он на театре превращается в космический корабль. Он может превратиться в плод. Он может в гитару превратиться. Он может в бутылочку коньяку превратиться. Все что угодно. То есть один и тот же предмет. В кино это всегда этот предмет. В театре он все что угодно. Может любимая женщина. Как я тебя люблю. Как я скучал по тебе. Это театр. И вы будете в зале сидеть, и вы будете видеть мою любимую женщину. Это блондинка. Очень скучаю по моей блондинке. А теперь это кот. Мой сенечка умер, ушел на радугу и вернулся ко мне вот этим. Вот теперь это мой котик. Вот как это работает в театре. И вы 100% будете видеть гребаного кота. Хотя в руках у меня будет телефон. Вот поэтому да, может такое быть. Все, друзья. Большое вам спасибо за внимание. Большая, сложная тема, но мы ее с вами немножечко сегодня разжевали. Завтра продолжим. Домашнее задание выполняет здесь комментарий. Покеда.